Государство и государственная власть может выступать только заказчиком. Государство тупо по определению. Это машина для реализации идей. Идеи вырабатываются не государством, а профессионалом. Нам сколько сегодня планирующие структуры, а у нас их, к сожалению, аж три. Министерство экономического развития, Министерство промышленности, Министерство регионального развития. Пока каждый играл в свою дуду и плохо сыгран друг с другом. Значит, прежде всего, естественным, мне все равно кто будет, но это должен быть один центр. А значит, скорее всего, внеминистерский. Ну, по этому поводу мы с властями ведем диалог. Этот центр должен выступать серьезным заказчиком, честным заказчиком. Это трудно. Это не популярно политически. Я смотрел все стратегии регионального развития. Ни одна из них гроша ломаного не стоит. Это бумага, это освоенные деньги. Работать по ним нельзя. Развиваться регионы не могут. Развиваться можно на уровне того, что называется макрорегионами, когда это, ну, скажем, среднее Поволжье, как целое, или полярный Урал, как перспективный регион. И как там проходят границы между субъектами федерации, имеет пятое значение. А схема, по которой задавались задания, и по которых честно выполняли эти задания, резала всю страну на эти кусочки, то есть на острова такие. Прежде всего, нет людей, способных делать проекты на современном уровне. Физически нет. Одни умерли, другие уехали, третьи еще не наросли. Есть дыра. Есть либо 60 и старше, либо довольно веселая молодежь, до 30 или около того, но, грубо говоря, не очень много знающая. Между ними, в основном, дыра. Это одна страшная штука. Вторая, это то, что сами муниципалитеты или региональные власти не готовы серьезно работать над техническим заданием. Перепоручать их самим проектировщикам делание технических заданий, это путь наименьшего сопротивления, но он тупиковый. Есть еще такая вещь, как городостроительные единицы, кварталы или малые микрорайоны, где важнейшая вещь – это социальный комфорт. Способность дать место дамам с колясками, с детскими, собашникам с собаками, подросткам с гитарами. И так, чтобы они все могли найти свою нишу. Это задача высшего порядка. Она требует и ума, и искусства. Вот с этим дело обстоит из рук вон плохо. Пока ничего, кроме очень дорогих кварталов, которых делается зазаборных, которых тоже делается на самом деле, скорее, внешнее декорирование, чем реальная социальная жизнь. А все, что тут запихано, вроде бассейнов и прочее, это заранее обречено на гибель экономическую. Мировой опыт это давно показал, значит, неплохо еще его знать. Самый умный опыт в территориальном планировании накоплен сегодня в Канаде. Это прежде всего Ванкувер и Ванкуверская агломерация, как зона сортрудничества, выработка консенсуса по общим предметам ведения, по общим предметам интереса. Прекрасный пример развития городской системы это Денвер в Соединенных Штатах, где зеленые, захватив власть в свое время, построили, пять лет они строили стратегию развития города. Но она уже состоялась, и сегодня это один из самых интенсивных развивающихся университетских городов в Соединенных Штатах, опережающих старое восточное побережье. Редактор субтитров А.Семкин